О коммунальной аварии и ее устранении, а также в целом о состоянии водопроводных сетей в Саратове мы поговорим с заместителем технического директора предприятия «Саратовводоканал» Павлом Александровичем Белобровым. Здравствуйте, Павел Александрович! Здравствуйте! Итак, вот по сегодняшней аварии что же уже сделано? Сегодняшняя авария, она длилась несколько дней, но слив был очень маленький. Вчера поздно вечером увеличивалась интенсивность, что сразу создало угрозу понижения параметров водоснабжения. Поэтому было принято решение остановить его водоснабжение для того, чтобы воду спустить с трубы и предоставить к утру ремонтникам выполнить сварочные работы. В настоящее время уже это все произошло, работа проводится и к окончанию сегодняшних суток водоснабжение должно быть восстановлено. А в принципе может такая ситуация повториться? Дело в том, что данное повреждение, о котором мы сейчас говорили, имеет свои условия. И в каждом разном случае условия меняются. Меняется величина микрорайона, меняется диаметр трубопровода, меняется его материал, меняется его место прокладки. И ситуации никогда не повторяются одни и те же. Всегда определенные условия влияют на эту ситуацию. И такая же не повторяется никогда. Всегда бывает чуть лучше, чуть хуже, быстрее, медленнее. Тем более у нас сейчас город наводнен транспортом. Иногда это создает очень большие проблемы. Даже по закрытию запорной арматуры, для того, чтобы попасть в колодец, иногда приходится применять посты дежурства ГИБДД. Эвакуаторы вызываем жителей, чтобы они убирали машины. Хотелось бы, чтобы все, кто паркует машины свои на инженерных коммуникациях, оставляли мобильные телефоны. Это очень облегчит работу коммунальщиков, чтобы могли вызвать и попросить передвинуть на некоторое время. Это была бы большая помощь городу. Как вы оцениваете в целом состояние водопроводных сетей в Саратове? Оценить со стопроцентной уверенностью, конечно же, невозможно. Но, учитывая, что вся инженерная инфраструктура строилась в расцвет нашего строительства ведомственного жилья и так далее, надо понимать, что все это строилось с 60-х, 70-х, 80-х, до 90-х годов. Все это эксплуатировалось ведомственными, потом было передано в муниципальную собственность и, соответственно, поручено эксплуатировать организациям водоканал, канализация, тепловые сети, газовые сети. Состояние их не улучшается с каждым днем. Динамика повреждений говорит о том, что устранения происходят не так, чтобы чаще, но времени на каждое устранение приходится отращивать больше. Потому что приходится менять участками трубопроводы. Если раньше мы обходили с хомутами, сваркой, то сейчас приходится менять по 2, по 3, по 10, по 20 метров. А можно ли как-то исследовать подземные коммуникации? Мы в своей работе пользуемся трассы-течоискательным оборудованием, которое позволяет нам с большой точностью определить местоположение подземных течей и не производить вскрытие котлованов там, где нет течи. Ну, я сказал бы так, попадание почти 99% с учетом использования этих приборов. А так, чтобы приборы мониторили все состояние сетей, ну, это пока из области фантастики. Спасибо, Павел Александрович, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. До свидания. Продолжение следует...